привет всем мои дорогие подписчики и зрители канала с вами все еще дарт и сегодня это будет коротенькое видео в котором я покажу недавние обновления ну учитывая как выходит видео на канале давнишние уже вообще уже старше не знаю ладно это я уже лишних человек хотел сказать очень старое обновление уже ему уже недели три наверно вот извиняюсь за такую задержку просто сейчас у меня полным ходом идет подготовка как говорится к житью к жизни в общежитии там без без родственников как бы вот поэтому там учат меня готовить все дела вот пока времени нет тут еще я под конец месяца решил немного поработать чтобы денег немного заработать как бы но и с ютуба как бы тоже зарабатывание особо много поэтому нужно еще и физически напрягаться поэтому видео уходит медленно но сейчас я могу могу сказать что собираюсь заснять как бы вот это видео по билдеру и следующее тоже который выйдет сразу же после него возможно через день там ну просто скорость интернета не такая высока чтобы загружать по несколько видео в день ну длинных особо так что я все говорю давайте начнем первый динозавр вообще динозавр недавний вышедший после обновления его плацефал я очень долго ждал нового панцирного динозавра если можете перестрелить там мои видео по билдеру некоторые там быстро перемотать я по моему раза три точно упомянул что я хотел бы увидеть вот такое-то животное хотя бы его плацефала они меня видимо услышали и добавили давайте глянем в облаце фал или защищенная голова был найден в канаде в позднем меловом периоде также кто не знает его плацефал и также известен как скалозавр то есть это один тот же динозавр по сути то так сейчас сейчас мы глянем я быстро проверю правильно ли я перевел его плацефала типичная панцирная голова переводится его название запомните теперь типичная панцирная голова к сожалению приблизить больше я не могу но меня если честно устраивает внешний вид наши нового животного к сожалению анимация осталась такой же как он килозавра то есть ребята они добавили животные которые стоило ну конечно же я его не купил я же пока что не такой дурачок все то что-то русское во мне имеется я кэш изломал эту игру как я уверен и многие кто умеет пользоваться программой freedom или у кого она установилась на их устройство значит я ожидал увидеть даже если бы я купил и себя купила я бы точно ожидал увидеть новую полнейшую анимацию и хорошие статы у животного которые я приобрел но пока что игра мне этого предоставить не может пока что по статам я не знаю конечно денег он дофигища приносит но анимация одна и та же не знаю ребята уже уже можно записать как не стоит покупать узнаем статы и тогда подумаем стоит ли вообще брать это животное или нет так ну давайте покормим нашего бронированного гада могу сказать одно то есть очень быстро прибавляется сила и очень много ли приносит денег то есть вы можете потратить на него реальные деньги чтобы он приносил вам игровые но мне это особо но особо ничего не даст внешний вид значит меня устраивает конечно только лапы мне кажется через чур тощи а в остальном вот так же победнились дополнить ему шипы то что вы сейчас видите это лишь малая часть того что на самом деле было в его скелете в его панцире если не какую-то малую часть добавили каких-то шипиков понатыкали просто так от балды знаете то есть мне если честно не радует то что не сделали еще и за деньги ладно мы просто либо за игровые очки либо за динам акса я бы тогда сейчас но особо не возникал но блин какие-то люди за реальные деньги их покупают и такое мрачение так ну что ж вот мы глянули на нашего братца теперь я предлагаю вам перейти морской парк и посмотреть на новое морское животное что еще хотел сказать хотел сказать вот что если вы думаете через что допустим лучше сидеть через mozilla через оперу или через google chrome я правильно произнес по-моему да так что зависла только хотел сказать что лучше сидеть через google chrome потому что не виснет вот отвисла то есть как вы заметили обычно в опере когда начинаешь кормить животные у меня там иногда под подседает но вот ну вот в хроме таких проблем я особо не приметил то есть гораздо меньше глючит вот так вот ребята должен выглядеть его плацефал вот сюда посмотрите почему нет вот такого карнотавра в игре я хочу видеть их эти модели взяты из игры джурасик world 2 game который к сожалению поиграть не могу что я уверен принесла бы популярность моему каналу еще больше потому что мне кажется мой канал держится почти на только на билдере ну возможно это зависит от меня то что я постоянно такой нудный такой вот я вот если в этой игре были бы такие модели это игра мечты просто ребята так вот мы в морском парке а сейчас у нас все прогрузится пока подождем значит я пока расскажу о новом животном которое здесь у нас имеется а хотя не буду все равно вырезать а хотя ладно чем так ну чтож вот все и прогрузилась так с листаем ли ставим вверх вот эти эволюции я все покажу но не в этой серии они будут следующий так сейчас мне нужно только понять где то животное которое мне нужно так я считаю что это вот это вот новое животное одестос или пилообразные зубы жил в океанах 306 миллионов лет назад одестос это дальний предок гели каприона то есть как вот этой акулки то знаете загнутой такой челюстью ну которая мне особо нравилось так давать ее найдем где-то она здесь точно имеется в эту сторону вот она значит предок вот этой акулы но отличительной чертой дэстуса является то что как видите его у него было всего две таких как сказать спирали во рту и в котором располагали зубы то есть в один ряд сверху снизу предназначение этих челюстей еще неизвестно возможно это вообще не челюсти акулы а просто как-то рядом с акулой было найдено может это какие-то останки друге у другого животного который мы еще не нашли значит жили известно пять видов жили с камина угольного по пермские периоды и в длину достигали метров шести самые крупные виды так ну давайте покормим эту крохотулью посмотрим новой анимации или что у нее тут имеется пока что малек особо так знаете не примечательно чуть-чуть отлетись ну могу сказать что по сравнению с его плацефал на каши денег тоже много приносит статы почти тоже нормальные такие для десятого уровня выглядит акула вообще просто супер конечно ее зубы были чуть покрупнее но смотрится вообще просто шикарно ну анимация если честно не какущая просто из угла из угла в угол плавает как-то не впечатлило если честно но остальном смотрится довольно таки хорошо то есть мне нравится что что ты быстрее еще одно животное теперь переместимся в ледниковый парк и посмотрим на гигантского вымершего бобра который был добавлен в игром вернусь через мгновение так ну чтож вот мы и в ледниковом парке по-моему нужно нам животное находится в этом ящике до кастероидис относится из семи и бобров ну любил очень озера и реки плеоцена и плеистоцена но если честно он не является предком бобра он вообще если честно не грызун он относится к дакадонтам кто такие особо пудрить объяснять не буду дакадонты они конечно были близки по строению внешнему виду к грызунам но таковыми не являлись значит это гигантский бобер точнее бобр достигал длины почти двух с половиной метров весил при этом от 60 до 100 килограмм так ну давайте как видите анимация у него такая же как у этого как его депортодона то есть полностью анимация как у депортодона радует только то что внешний вид не одинаково не по внешний вид не похож на что мы имеем собственно говоря из обновления трех новых животных которые примерно дают имеют достаточно хорошие статы и приносят приличное количество монет игровых уникальный внешний вид у всех трех это но только у скажем вот этого кастероидоса кастероидоса проработан он нормально эдестус сделан не очень как-то от балды но это видимо пока что на начальных уровнях его плацефал объединили его костяными чешуйками и этими шипами которые присутствовали у того же анкилозавра там все прорисовано все нормально здесь они опять же поленились значит мы не имеем одну конечно уникальную новую анимацию она у геликоприона ой у эдестуса хотя если знаете у геликоприона и у эдестуса по моему одна и та же анимация так что никакой новой анимации нет то есть у трех животных не ни одной уникальной анимации они не имеют то есть посмотреть не на что только статы и только монеты вот единственно за что стоит их брать в остальном нет как-то ребята разленились все силу вкладывают джурасик в геймс собственно говоря правильно но если вы уж подрядились сделать обновление на игры сделайте это и нормально чего как я не знаю как эти блин поленились ребята вообще в капец просто разленились ну что ж надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи хорошего настроения пишите мнение по поводу это обновление в комментариях всем удачи хорошего настроения с вами был дарт сидиус и увидимся с вами в следующем видео всем пока удачи 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 всем пока сегодня